Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Андрей Рыжков. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Берегите детей! Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по безопасной перевозке несовершеннолетних пассажиров. Все будет выглядеть очень здорово. Глава правобережного района Александр Леднев рассказал о грядущем преображении сквера у консерватории. С уважением и благодарностью ветеранам войны и труженикам тыла вручают юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по безопасной перевозке детей. Состоялось мероприятие в рамках областной профилактической акции «Весенние каникулы». На дороге города сегодня вышли 8 патрульных экипажей. Нарушений они выявили более двух десятков. Подробнее расскажет Евгения Солухуддинова. Первые остановленные автомобили, первый добросовестный водитель. Гузелия каждое утро отвозит своих дочерей в школу. Она уверяет, всегда делает это строго по правилам. Конечно, по правилам. Когда маленькие были в кресле, а сейчас уже в кресло не влезаем. Пристёгиваемся, обязательно всегда пристёгиваемся. А вот водитель автомобиля Hyundai Elantra от комментариев на камеру отказалась. Сегодня она везла ребёнка на учёбу без использования специальных удерживающих средств. Теперь на уроке ему придётся опоздать. Составление протокола займёт определённое время. Рейд по безопасной перевозке детей в городе состоялся в рамках областной профилактической акции «Весенние каникулы». Сегодня на улицы города вышли 8 патрульных экипажей, в составе которых работали 20 сотрудников ГИБДД. Главная цель профмероприятия – предотвращение дорожных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. В первую очередь мы призываем водителей к тому, чтобы, когда они перевозят ребёнка в автомобиль, они включали дополнительный режим безопасности, который включает в себя снижение скоростного режима движения. Также, помимо этого, строгое соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, исключение резких манёвров на дороге. Экипажи работали вблизи образовательных учреждений, детских садов и школ. Смотрели сотрудники ГИБДД не только на наличие детских кресел в авто, также следили за соблюдением водителями дорожных правил. В качестве общественных наблюдателей выступали представители Управления образования, администрации города и Добровольной народной дружины автотранспортного управления ММК. Кстати, сотрудники АТУ – постоянные участники подобных рейдов. В дружине у нас порядка 60 человек, поэтому нас привлекают по очереди, в связи с графиком дежурства. Мы как народные наблюдатели, то есть смотрим за водителями и за сотрудниками ДПС, чтобы никто не нарушал прав и законов. Параллельно с сотрудниками ДПС у пешеходного перехода, ведущего в гимназию, работал родительский патруль. Мама и папа учеников ежедневно несут здесь утреннюю вахту. Еще когда я учился в автошколе, нам объясняли, что правила дорожного движения написаны на самом деле кровью. И несоблюдение элементарных норм поведения на дороге может привести к большим последствиям трагическим. Родители школьников благодарны активистам. Дело это нужное. Это очень важно, потому что дети идут, особенно когда идут в школу, когда идут из школы, самостоятельно. И то, что родители могут проследить, чтобы опасные ситуации не возникали на дороге, а здесь они вполне возможны, это действительно важно для нас, для родителей. Своих двойняшек-второклашек Юлия Полякова одних в школу пока не отпускает, но правила поведения на дороге напоминают им ежедневно. Через дорогу надо переходить на зеленый свет. Начали налево, потом направо, потом попер. Потом что сделал? Попер. Председатель городского собрания депутатов Александр Морозов сегодня выступает в роли родителя. Ребенка на уроке он каждый день водит через этот переход. И уверен, водителям и пешеходам важно оставаться взаимовежливыми. Тогда и проблем будет меньше. Смотря как переходить, можно и супер безопасный переход проходить, не глядя ни влево, ни вправо. И так бывает иногда. Нарушителей проезда пешеходного перехода в этот день здесь выявлено не было. А вот водителей, которые перевозили своих детей без специального удерживающего устройства, сотрудники госавтоинспекции остановили сразу двоих. Это только на одном участке. Общее количество нарушителей по городу – 23. Каждый из них должен будет заплатить административный штраф, равен который 3 тысячам рублей. Это, кстати, средняя стоимость детского кресла. Но еще большую цену каждому из них пришлось бы заплатить, если бы, не дай бог, они попали в аварию. Последствия столкновения на скорости всего 50 км в час для ребенка равносильны падению с четвертого этажа. На сегодняшний день в Магнитогорске по статистике уже произошло 8 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 9 детей пострадали. И только в силах родителей и водителей сделать так, чтобы эти цифры не возрастали. Евгения Солохудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. Десант ученых из Уральского отделения Российской Академии Наук высадился на промплощадке, чтобы укрепить и без того мощный сплав науки и производства, которым издавна славится Магнитогорский металлургический комбинат. Ученые и инженеры обсудили результаты последних научных разработок и возможности их применения в производственных процессах по ОММК. Игорь Гурьянов продолжит. Главная сложность такого рода съемок в том, что корреспондент чувствует себя непроходимым дилетантом, в докладе понимающим только падежи и предлоги. Ну а если серьезно, то инженеры и ученые в этой аудитории говорили на одном языке и были настроены на одну волну, название которой научно-технический прогресс. У уральских академиков и магнитогорских промышленников давние связи, где еще опробовать на практике результаты научных изысканий, как не на предприятии, не просто открытом для инноваций, но и провозгласившим обновления основой своей экономической политики. Прежде всего я хотел поблагодарить руководство магнитогорского металлургического комбината за приглашение принять участие в этой рабочей встрече. И для нас эта встреча является очень важной. Мы фактически сегодня находимся в столице металлургической промышленности России. Уральское отделение Российской академии наук включает в себя 20 институтов, три из которых были представлены на конференции. С 30-х годов прошлого столетия индустриализации здесь особое внимание, и это логично, уделяли фундаментальным научным проблемам с металлургией связанным. И также традиционно ММК выступал в качестве индустриального партнера исследователей. Ведь для того, чтобы загрохотала прокатная клеть, загудели горные печи, всегда нужна тишина лаборатории и библиотек. Хотя, казалось бы, черная металлургия существует уже сотни лет. Формула железа не меняется в принципе, но что тут открывать и исследовать? Но и то правда, что фраза «я знаю все» – это удел гилетантов. И не исследованного, говорят специалисты, металлургии едва ли не больше, чем открытого. Это огромное количество неизвестного. Мы сейчас работаем именно на одном поколении стали. Мы сейчас все знаем, что мир переходит в область нано. То есть это уже микродобавки, которые позволяют кардинально улучшить стали. Это в том числе и микродобавки упрочняющих элементов. Это улучшение стали редкоземельными металлами, где также очень маленькие добавки. И все это будет способствовать уже улучшению конечного продукта. Это в свою очередь влечет за собой усиление конкурентоспособности металломагнитки. Так что прикладная выгода от фундаментальной науки очевидна. Что касается самой конференции, то ее работа была выстроена следующим образом. После того, как прозвучали все доклады, их обсудили и приняли коллегиальное решение. Что из предложенного учеными внедрять в первую очередь. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. Ветераны войны и труженики тыла продолжают получать юбилейные медали. Накануне награду вручили Валентине Абрамовне Павловой. С 75-летием Великой Победы труженицу тыла лично поздравил депутат 26-го избирательного округа Сергей Король. На торжественные встречи побывала наша съемочная группа. Как не любить мне этот город в тумане доминых печей. Как не любить мне этот город, где много у меня друзей. Как не любить мне этот город, где жизнь стрелой и пронеслась. Как не любить мне этот город, так тихо старость подкрылась. Эти строчки о родной магнитке Валентина Павлова написала сама. У нее целый сборник стихов собственного сочинения. И каждая четверостишая она помнит наизусть от слова до слова. А еще ветеран создает картины и любит петь. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Валентине Абрамовне 91 год. Ей было всего 12, когда началась Великая Отечественная. Рассказывает, что в годы войны она работала на деревообрабатывающем комбинате. Принимала участие в изготовлении мин. А после трудовой смены шла грузить вагоны, которые отправляли на фронт. Страшные годы не пощадили и ее семью. С войны не вернулся отец. Валентина Абрамовна вспоминает, как ковали победу в тылу, как пережили тяжелые годы и узнали радостную весть. Уже победа шла и шла и шла. И шла потихоньку заходила. Но как до встречи. Известно, как все друг друга обнимали, кричали, веселье и радость. После четыре года таких трудностей сразу, конечно. В этом году вся страна отметит 75-летие со дня Великой Победы. Поздравить с юбилеем Валентину Павлову лично решил депутат 26 округа. Сергей Король пришел в гости к труженице тыла, чтобы сказать теплые слова поздравления, подарить яркий букет цветов и вручить памятную медаль. Оказалось, что мы земляки еще. Мы родились в Межозерном. Всегда очень приятно приходить. И всегда смотрим, как человек живет, чем занимается. Очень хорошо, когда дети заботятся о таких людях. Ну и поздравляем со святым праздником, с праздником юбилейным, с победой. В округе депутата проживают 4 фронтовика и 45 тружеников тыла. Больше половины из них Сергей Король поздравит лично. Ольга Сухоплюева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. В прошлом году сквер возле консерватории в центре Правобережного района заметно преобразился. Разбитый асфальт заменила свежая тротуарная плитка, появились новые лавочки, частично обновили освещение. В нынешнем году преобразования в сквере продолжатся, рассказал глава администрации Правобережного района Александр Леднев. Подробности в следующем сюжете. В этом году преобразования в основном коснутся части консерваторского сквера, что граничит с улицей Грязнова. В первую очередь планируют заменить все оставшиеся, неохваченные первой волной реконструкции, уличные светильники на светодиодные. Они и красивее, и уровень энергосбережения у них на порядок выше. Также будет расположена детская площадка, устроена дополнительная пешеходная дорожка. Вот здесь у нас чуть выше, соответственно, асфальт будет демонтирован, заменен на плитку. Новые очертания в сквере приобретут и барельефы архитектурных сооружений. Ну, у нас нижняя часть она будет реконструирована, а верхняя часть этой плиты, они будут заменены. В свете преобразований сквера подумали и об изюминке, способствующей выделить консерваторский сквер среди прочих городских. Еще, кстати, планируется установка газона небольшого и малоархитектурной формы. Пока вот мы определяемся, что это будет. Может быть, это будет нота либо с кирпичной площадкой. Ну, что-то вот из этого, скорее всего. Эти работы будут выполнять у нас порядные организации. Сейчас эти сметы у нас уже готовы, УКСИК нам подтвердил. И, соответственно, мы уже проводим торги, и в ближайшее время эти работы будем происходить. Потерпите, я думаю, вы увидите все. В совокупности это будет выглядеть очень здорово, поскольку мы по-другому не можем. Елена Наумова, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. Проверили готовность и сработали на предупреждение. В Магнитогорске прошла тренировка служб, задействованных в ликвидации последствий паводка. В черте города протекает не только Урал, но и более мелкие речки и ручьи, которые по весне могут выйти из берегов. Были приняты меры, чтобы этого не случилось. Ручей Кремниевый на дачном шоссе неподалеку от садов Метизник только на первый взгляд не представляет опасности. Паводковая комиссия это место относится к числу проблемных, ежегодно подтапливаемых, наравне с поймой реки Башик в поселке Димитрово. В этот ручей собирается вода с территории вплоть до Красной Башкирии. По опыту прошлых лет, она вода сюда расходится, а здесь у нас вот объекты же не обеспечения. Есть водопропускные трубы, которые мы всю зиму держали на контроле, и сейчас промыли уже, тоже готово все. Бурить лед сегодня не потребовалось. Дополнительно укрепили береговую насыпь. Специалисты говорят, большой плюс мягкой зимы, почва промерзла неглубоко и способна впитать излишки воды. Обильного паводка не ожидается, но все экстренные службы готовы в случае подтопления оказать помощь населению. Все силы, средства, предназначенные для ликвидации ЧАЭС, у нас в полной боевой готовности. В данный момент у нас спасательные отряды, лодка находится здесь, и еще по пожарным частям, на левом правом берегу, две лодки. Организация взаимодействия всех структур, и экстренных, и аварийных, коммунальных, важная часть учений. По итогам тренировка прошла успешно. Город готов к весне. В период паводка критического подъема уровня воды в реке Урал в районе Магнитогорска не ожидают. Однако на обеих плотинах ежедневно идет съем показаний на гидропостах. Их передают в администрацию города и МЧС. На Верхнеуральском водохранилище уже создали резерв. В случае угрозы подтопления, шлюзы будут открыты полностью. Надежда Кинаш, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. К другим темам. Нашумевшая по всему миру ситуация с коронавирусом повлекла за собой перенос многих массовых мероприятий и в Магнитогорске. Как говорится, лучше перестраховаться, и тем самым обезопасить себя. Паниковать не стоит, а лучше укрепить свой иммунитет. Как именно, расскажем в сюжете. Известно, что все растения в воздух выделяют летучие вещества, фитонциды. Особенно много фитонцидов выделяют хвойные растения. И в комнате, где растет хвойное растение, вирусы погибают значительно быстрее, чем в комнате, в которой этого растения нет. Доказано, благодаря хвойным растениям в воздухе образуются так называемые отрицательно заряженные аэроионы, которые благотворно влияют на организм человека. Иными словами, аэроионы в воздухе это все равно, что витамины в пище. Полезные для человека фитонциды не только борются с вредными микробами, они еще и мобилизуют нашу иммунную систему. Вот такие у нас есть потрясающие защитники. Давайте их использовать. Сегодня полезны абсолютно все способы. В Садовом центре Зеленого острова целая армия зеленых помощников. Ели, туи, более 10 видов можжевельника. Кустарники для поддержания иммунитета. В период ОРВИ можно подержать дома, а после высадить на садовом участке. Не лишним будет там же посадить и такой природный антибиотик, как лук-сивок. Мы завезли очень большой ассортимент. Среди них полюбившиеся сорта, такие как кармен, стурон, штутгартен, ризен. И, конечно же, какой витаминный стол без зелени от буйства разнообразия семян в Зеленом острове в глазах рябит. Кориандр. Чудесно. Горчица. Прекрасно. Что у нас еще есть? Укроп. Вообще незаменимая вещь. Давайте вспомним самое главное. Лучшее средство от любого заболевания – это профилактика. И иммунная система – это самый главный барьер для любого вируса. Вот она – защита. Скушали, подняли иммунитет и вирусу. До свидания. Приобрести нужные семена и растения для поддержания иммунитета можно в садовом центре «Зеленый остров» по адресу улица Советская, 79. Сегодня магазины «Яролаш», «Карандаш», «Карандаш плюс» и «Акварель» хотят напомнить вам о себе. Поэтому скорее вспоминайте об этой прекрасной сети канцелярских товаров и приходите за всем необходимым. Наша компания занимается продажей канцелярской атрибутики уже много-много лет. Это очень приятный бизнес. Дело в том, что товары, которые мы продаем, они помогают делать любой труд более результативным, помогают добиваться успехов в разных сферах, где требуется канцелярия гораздо быстрее. И это очень греет. Поскольку мы дилеры, у нас нет посредников. Соответственно, дополнительные наценки всегда отсутствуют. Склад очень большой, а следовательно, работа с оптовыми клиентами нам только в удовольствие. Наши потребители очень красивые, интересующиеся и жаждущие чего-то нового люди. Они берут для себя канцелярию, которая помогает им в работе или обучении. Каждый сезон мы стараемся внедрять акции на те или иные группы товаров. Тем самым мы подстегиваем нового клиента делать выбор в пользу наших магазинов. Магазины Яралаш, Карандаш, Карандаш Плюс и Акварель. Ждем всех за канцелярией. По адресу проспект Карла Маркса 79 открылось отделение потребительского ипотечного кооператива «Сберегательный». Сотрудники организации устроили для прохожих мини-праздник с музыкой, аниматорами и воздушными шарами. На открытии побывала и наша съемочная группа. Потребительский ипотечный кооператив «Сберегательный» будет рад вас видеть в числе своих клиентов. Ипотечный кооператив «Сберегательный» и агентство недвижимости «Дом ипотек» начали свою совместную работу в 2018 году в городе Орск Оренбургской области. По итогам прошлого года, рассказывает Галина Арапова, удалось выдать 18 ипотек нуждающимся семьям, которым по разным причинам отказали в банке. Эта добрая проверенная кооперация, известная всем еще с советских времен, когда одни горожане вкладывают свободные средства, получают пассивный доход и помогают другим получить ипотеку на приобретение собственного жилья. Кооператив «Сберегательный» принимает средства под 10,8% годовых. Участники кооператива в любой момент могут забрать свои сбережения, включая начисления на момент выдачи. На сегодняшний день более 30 объектов недвижимости находятся в залоге у кооператива. Гарантийный фонд при этом составляет порядка 30 миллионов рублей. Как рассказали сотрудники кооператива «Сберегательный», они заключили договор со Сбербанком России. Теперь оплатить по займу и положить личные сбережения на счет можно в любом отделении Сбербанка, банкомате или мобильном приложении самого крупного банка страны. Приглашаем к сотрудничеству агентства недвижимости и частных специалистов по недвижимости. Открыта вакансия помощника руководителя, офис-менеджера и кассира. Подробнее можно узнать по телефону 47-20-20. Жилье не только в Магнитопорске, но и в любом уголке России. О новостях спорта через несколько секунд. Мы уже неоднократно рассказывали о том, как благодаря инициативе депутата городского собрания заместителя генерального директора по ОММК по продажам Сергея Ушакова в поселке Приуральский появилась первая в истории Малживо детская спортивная секция каратэ-кио-кушинкай. Прошло всего полгода, а школе уже есть чем гордиться. Накануне здесь состоялась первая аттестация воспитанников. Как это было в репортаже Игоря Гурьянова. Относительно секции каратэ в поселке Приуральский слово появилось не совсем корректное. Хотя бы потому, что секция – это результат слаженной работы депутатского штаба Сергея Ушакова, неравнодушных людей в лице Фонда поддержки и развития каратэ. Но максимально заинтересованы в открытии секции, и это отражалось в наказах избирателей, жителей поселка. Это они знают, что самый полезный досуг для ребенка – это спорт. И каково это – вести ребенка в спортивную секцию за десяток километров. Первый раз мы побывали в этом зале полгода назад. Вот как выглядела самая первая тренировка. Точнее, это была не тренировка даже, а презентация. Будущие воспитанники еще не в кимоно, и вообще в качестве зрителей. Ближе к Новому году уже на полноценной тренировке большинство уже в традиционных для каратистов нарядах. Даже Сергей Николаевич Ушаков получил в подарок белоснежную форму. И вот первый в жизни юных каратистов экзамен. Спорт вообще штука сложная, единоборство в особенности. Даже если не брать во внимание умения и навыки, попробуйте просто постоять на месте полтора часа. А нужно еще выполнять указания тренера и условия аттестации. Все по-настоящему. Забегая вперед, отметим, что по результатам этих экзаменов каждый воспитанник получил паспорт спортсмена. Это официальный документ международного образца, куда будут вписаны победы и звания. Произойдет это чуть позже. Пока первая ступень. Сегодня мы провели у детей экзамен на 11-й кю. Для детишек это самый первый шаг в жизни к кёкушинка и карате. И первая проверка самого себя, для ребенка самого себя, за то время, что он обучился. Обучение они прошли где-то в течение шести месяцев. И сегодня был маленький экзамен для них, самый первый. И они прошли этот экзамен, доказав самим себя, что они все-таки могут отжаться на кулаках 20 раз, к примеру. На церемонии вручения паспортов и поясов присутствовал человек в наших репортажах, остававшийся до пары за кадром. Сергей Барышников, как человек, неравнодушный к спорту вообще и детскому в частности, взял на себя материально-техническое обеспечение идеи. Цель и задачи фонда, они, в общем-то, исходят, исходя из названия фонда. Фонд поддержки развития караты. Основной нашей задачей является развитие массового детского спорта. Именно здесь, именно на окраинах города, детям очень трудно найти себе досуг. Я считаю, что, занимаясь в данной секции, дети нормально развиваются. Человек занятой, все-таки замгенерального, Сергей Ушаков не смог сам присутствовать на аттестации, но передал слова поддержки и пожелания дальнейших спортивных успехов. Работа с подрастающим поколением вообще и юными спортсменами, в частности, в его округе, налажена, ведется системно и целенаправленно, а значит, обречена на успех. Сергей Николаевич решил здесь, в ударном поселке, организовать секцию кивоптэшункай, карате. И ребята начинали с малого, приумножили свои навыки, постигли тот стиль. И сегодня сделан был первый шаг, то есть аттестация, которая прошла отлично. По окончании аттестации тренеры признались нам, что уже видят звездочки, способные показать себя на серьезных татами. Но озвучивать фамилии по понятным причинам не стали. Звездная болезнь для спортсмена будет похуже растянутого сустава. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска еще одна информация для вас, уважаемые телезрители. Накануне 75-летия Великой Победы в нашем эфире появился военно-патриотический телеканал «Тыл и фронт». В пятницу вечером мы приглашаем гостей в специально подготовленную студию, вспоминаем исторические факты и говорим о сегодняшнем дне. Показываем сюжеты об участниках Великой Отечественной войны и тружениках «Тыла». Принять участие в новом проекте можете и вы, дозваниваясь в прямой эфир по телефону 35-55-00. Смотрите телеканал «Тыл и фронт» 20 марта в 18 часов 30 минут. Встретим весну Победы вместе. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficin.ru. Всего вам доброго и до встречи!